Казахстан И банковские карты То уже готовы для выпуска Какая-то английская компания Должна была карточки выпустить Но, насколько я понимаю Никто из вас Ни одной из этих карт В глаза близко не видел Потом пошли хорошие Позитивные новости Что компанию покупает Бизнесмен из Кореи Супхан Что-то покупал, покупал, да так и не купил Потом появился мистер Диего Который еще более классные новости Стал вещать, что деньги-то у компании есть И деньги-то разморожены И он там на связи со своим контактом в Дубае И скоро он будет генеральным директором И директора компании будут к нему на собеседование приезжать И все будет вообще классно Ну, и август наш месяц Ну, прошел август, прошел сентябрь И все остальные месяцы И, как мы с вами знаем В конце концов, Диего сказал Уйду я от вас Злые вы, вы мне надоели И пошел создавать какую-то новую компанию Ну, в общем, вот так Краткое изложение предыдущих серий Итак, позитивных новостей В 2017 и 2018 годах было предостаточно И похоже, что в 2019 году будет не меньше Некий Александр Кастли Опубликовал очень хорошие новости на 2019 год на немецком языке Если у вас будут какие-то вопросы по данным новостям Можете обратиться к нему в личку И через Google Переводчик я данное сообщение перевел Давайте почитаем Сердечно приветствую всех вас Меня зовут Александр Кастли Я хотел бы в этом письме Обратиться ко всем инвесторам И поблагодарить за ваше терпение И преданность в наших чатах И приятную атмосферу Которая не в последнюю очередь зависит от вас Благодаря этому администраторам Приятно работать для вас Как и обещал, хочу подвести итоги Уж прошедшего года И рассказать о текущей ситуации Я прошу вас внимательно прочитать все Чтобы не было недопонимания И вы также можете поделиться этим Со своими партнерами Или переслать по чатам Я знаю, что многие переживают Но это не особо помогает Если нас раздражают определенные решения Или мы негативно настроены Важно двигаться вперед Любой, кто имеет опыт работы в различных компаниях Знает, что в компаниях бывают не только взлеты Но и падения И это именно то, через что мы должны были пройти в квестерах Теперь нам нужно сконцентрироваться Освободить свой ум И заглянуть в будущее Что дает нам снова возможность Обрести смелость И уверенно развиваться в будущем Для тех, кто больше не верит в компанию Кто только ищет негатив Кто критикует мой источник информации И считает, что имеют значение Только сообщения в бэк-офисе А они в любом случае будут за неделю до старта Я хочу попросить вас дальше не читать Моя информация должна помочь тем Кто ценит и нуждается в помощи информации А не тем, кто думает, что все уже знает И считает, что компания уже никогда не заработает Прошу вас дальше не читать Дальше идет информация для всех остальных И я рад поделиться ей с вами Как вы знаете, Антонина Виера Рабала Из Кабо Верде Руководитель Квестра Холдингс Не смог представить недостающие документы 25 ноября 2018 года Во-первых, непонятно, почему используется Старое название Квестра Холдингс Потому как вроде уже давным-давно Компания Квестра Ворлд Во-вторых, непонятно, почему Антонину Виера Рабала Приплели к Квестре Потому что вроде как он президент компании Агам Которая, как мы знаем, занимается финансами А руководителем Квестра Ворлд Являлся, собственно, господин Гелоберт Но ладно Предположим, что там какие-то у него тоже были завязки Не знаю Антонина не смог предоставить недостающие документы 25 ноября 2018 года Было принято решение О сокращении капитала на 73% Потому что эти денежки отсутствуют, ребята Отсутствуют 73% денег куда-то делись Их профукали, ребята Это сокращение капитала совершается раз и навсегда Поскольку за Агам отвечал Антонина Виера Рабала А деньги, как уже упоминалось, отсутствуют В скобочках 4,6 миллиарда долларов Компания сместила Антонина Виера Рабала С поста руководителя Ребята, ну как вам это нравится? Мне лично очень нравится Оказывается, выпускник Одесского политеха Антонина Рабала Просто взял и куда-то профукал Почти 6,5 ярдов Ну, так получилось Ну, прогулял Ну, случайно Ну, шутя Сбилась С твердого путя Так ведь я дитя природы Хоть дурное, но дитя Да, вот из этой песни У него есть 7 недель Для подачи апелляции Но поскольку он сильно увяз Он этого не сделает Он даже послал двойника На последнюю конференцию А вот смотрите, интересно Вообще, официальная должность Рабала Вроде как президент Компании Агам А между прочим Там еще есть Генеральный директор СЕО И знаете, как его зовут? Андрей Андреевич Абакумов И сразу встает вопрос Если президент компании Агам Куда-то профукал 6,5 миллиардов То где в это время был Генеральный директор Абакумов Гениальный математик Как нам его преподносят Ась, вот этот вопрос Не стоило бы задать Или Или господин Рабала Оказался еще более гениальным математиком И так хитро мухлевал Что 6,5 миллиардов исчезли И с концами И найти не могут И даже Андрей Андреевич Абакумов Этого не заметил Ну ладно Особенно весело Да, послал двойника На последнюю конференцию Вот так вот Оказывается То, что там В ноябре 17-го года Выступал Какой-то Товарищ Оказывается Это был не Рабала А его двойник Да Еще скажите Кукла Заказанная на Али Баба Говорящая кукла Робот Робот Замаскированный под Рабала Да, ребята Ну что Веселые дела Веселые дела Творятся Ну, согласитесь Однако Мы продолжаем борьбу Несмотря ни на что Компания делает это В наших интересах И привлекает Виновных к ответственности Но Все еще есть Активы Из которых Мы получаем Прибыль ФВАМ Классно Это делают 11 команд Трейдеров Ребята Вашим трейдерам Волшебным Надо просто Памятники поставить Это такие Уникальные Трейдеры У компании Заморозили деньги Прокурор Каба Верда Заморозил А неважно Трейдеры Все равно Каждую неделю Получают прибыль Рабала Украл 6,5 миллиардов А неважно Не страшно Трейдеры Все равно Получают прибыль Ну, класс Мне нравится Этим трейдерам Ребята Надо при жизни Памятник поставить А теперь Давайте займемся Нашим любимым Занятием Подсчетами А в данном тексте Развучали Две интересные цифры Утверждается Что 73 процента Профуканных денег Составляет 6,4 миллиарда долларов А значит Мы можем посчитать Сколько составляет 1 процент Это делается Очень легко 6,4 миллиарда Мы делим На 73 Получается Вот такая сумма 87 миллионов 671 И получается Что тех денег Которые остались Их 27 процентов Значит Вот эту сумму Мы сейчас Умножаем На 27 Умножить На 27 Равно В результате Получается По их утверждениям Что В компании Еще остается 2,2 миллиарда 367 миллионов Там 123 И так далее А мы А мы Еще С вами Знаем Сколько Инвесторов В компании 630 тысяч Инвесторов Ну давайте Поделим На всех И посмотрим Сколько Достанется Разделить На 630 Тысяч Инвесторов Равно Получается На каждого Инвестора В среднем В среднем Конечно У кого-то Больше Инвестировано У кого-то Меньше Но в среднем На каждого Инвестора 3757 Ну Евро Я так понимаю Речь Наверное Про Евро Идет Вот так Ребята Ну Я думаю Что никто Из вас Не откажется От 3757 Евро Не так ли Напишите В комментариях Читаем Дальше Осталась Только Одна Компания И за Неделю До Начала Вероятно В марте 2019 Года Не ранее Будет Опубликовано Сообщение В бэк Офисе Второе Все текущие Клиенты Агам Смогут Продолжать Сотрудничество С компанией В том Статусе Который Был На Ноябрь 2017 Года Но С Агам Вообще Интересная Ситуация Сайт Жи Не Работает И Когда Заработает Большой Вопрос То есть И осталась Только Одна Компания Какая Фу Вам То есть Фу Вам Получить 50% От Еженедельной Прибыли Хорошо Что Вывод Средств Не будет Ограничен То есть Понятно 50% Средств От Еженедельной Прибыли Можно Будет Выводить Ну Классная Новость По Моему Классная Например Оставшуюся Сумму Можно Реинвестировать Для Восстановления Капитала Из Еженедельных Процентов Пол Процента Вычитается На Восстановление Компании Эта Мера Будет Длиться На Протяжении 12 Месяцев Ну Ребят Классно Они Куда То Профукали 6 Половины Миллиардов А сейчас Будут С вас Вычитать По Пол Процента Ну Нормальная Компания Точно Корпорация Номер Один Квестра Пойнт Больше Не Будут Доступны Для Вывода Но Только Для Реинвестирования Шестое Бонусные Уровни Будут Пересчитаны После Старта Так Седьмое Бонусы Директоров Будут Заморожены А затем Удалены После Рестарта Все Будет Пересчитано Заново Восьмое Большинство Директоров Больше Не Захотят Подписывать Контракт Который Больше Не Требуется Да Да А то Вы Ребята Довели До Маразма На Полиграфе Лидеров Проверяли Тесты Там Какие Что Ты Должен Только В Квестре Быть Ты Должен Быть Лояльным Компании Да Шаг Влево Шаг Вправо Расстрел На Месте Не Дай Боже Там Какую Другую Компанию Продвигать А Сама Компания Лояльность К Лидерам Проявляет Когда По полтора Года Не то Что Не платят Даже Новостей Не Публикуют Даже Строчки Какой Нибудь Несчастный Уж Не Говорю Там Про Полноценные Конференции Какой Нибудь Строчки Несчастные В Бэк Офисе Не Дождетесь Так Поэтому Все Офисы В Европе Будут Закрыты Ну Надо Ж Сообразили Наконец То Полтора Года Выплат Нет Они Через Полтора Года Сообразили Что Надо Офисы Закрыть Да Ричард Ировский Который Сейчас Закрыл Свой Офис Также Реагирует На Это Он Был Уже Очень Богат До Квестра Поэтому Офис Ему Не Нужен Понятно Офисы Нужны Только Для Обогащения Лидеров То Есть Ировский Заработал Баблишко Срубил И у него Все нормально Вот он Офисы Закрыл Так Девятое Компания Не была Продана Китайцам Это Беспроигрышная Ситуация Для всех Участников И в результате Выигрывают Все Ну Ребят Давайте Вспомним Что В семнадцатом Году Был разговор О продаже Компании Корейцу Субхану В Восемнадцатом Году Пошел Разговор Что Не Корейцу А Китайцам Уже Даже Там Фотографии Каких-то Китайцев Выкладывали В общем Там Темная История И поэтому На каком Основании Они там Утверждают Это Беспроигрышная Ситуация Непонятно Потому Что Я думаю Вам Господа Инвесторы Без разницы Кто владелец Компании Главное Чтобы платить Начали Правильно Ну Вот Десятое Кен Шоу Тран Новый Генеральный Директор А Андрей Абакумов Организатор Видите Оказывается Абакумов Там Организатор Так вот Надо Господину Абакумову Вопросик Про 6,5 Миллиардов Задать Он В курсе Был Когда Рабала Там Миллиарды Куда-то Профукал Или Не в курсе Или Он Участвовал В этом Новый Генеральный Директор Живет В Гонконге И контролирует Все оттуда А также Онлайн Сессии 11 Еще много Работы с контрактами Чтобы обеспечить Их безопасность Слишком Многие В скобочках Идиоты Хотели Воспользоваться Ситуацией В компании Ради собственной Выгоды Есть и хорошие Новости То есть То что выше Было Это не очень Хорошее А сейчас Хорошее 20 декабря 2018 года Абакумов Представил Все свои Законченные Программы Расчеты Это означает Что когда Все будет Готово Компания Стартует Это будет To the moon Ребята Компания была Лицензирована Сингапуром Там будет Наш банк Наконец-то Ваш банк Должен уже Функционировать С лета 18 года По вашему Собственному Расписанию Сейчас В компании Работают Новые Люди Которые Все делают Очень Качественно Да А последние Полтора Года Тоже Работали Люди Только Видимо Не очень Качественно Все делали Так что Компания Все никак Не заработает Но на этот раз Все будет По-другому А вот И самые Важные Новости Я только Что узнал Как именно Произойдет Сокращение Капитала Все пакеты Складываются Вместе И с этой Суммы Списывается 73% Так Корова Языком Раз И все Оставшиеся Средства Будут Зачислены На баланс У вас Есть 10 дней Чтобы инвестировать Эту освобожденную Сумму Те Кто Не хочет Инвестировать Деньги Автоматически Их теряют То есть Если вы Сейчас Обрадовались Что 73% С вас Снимают Но 27% То у вас Остается И вы Наверное Сейчас Раскатили Губенку Что вы Эти 27% Сможете Выводить А не Тут-то Было 27% Вы Должны Будете Снова Инвестировать А те Кто Не хочет Инвестировать Автоматически Их теряют Но класс Мне нравится На этом Я заканчиваю Свои сообщения И желаю Вам И вашим Семьям Вашим Друзьям И любимым Всего Наилучшего 2019 2019 Год Особенный Год Для всех Нас Кто Выстоял И верил В открытие И успех С уважением Александр Касли Или Кесли Админ Квестра Ворл Ну что Ребят Хорошие Новости Да Хорошие Я же Сказал В 17 Году Было Много Хороших Новостей А в 18 Еще Больше Ну Похоже Что в 19 Будет Даже Больше Чем В 17 И 18 Вместе Взятых Поэтому Следите За новостями Подписывайтесь На канал Нажмите На колокольчик Чтобы ничего Не пропустить С вами На связи Был Андрей Жариков Всего доброго